Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать книгу «Бытия» на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем десятую главу. Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Яфита. После потопа родились у них дети – сыны Яфита – Гомер, Магог, Маддай, Яван, Елиса, Фувал, Мешах и Ферас. Сыны Гомера – Аскинас, Рифат и Фагарма. Сыны Явана – Елиса, Фарсис, Кеттим и Даданим. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фуд и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Сафта, Сахама, Рафтехта. Сыны Раамы – Шева и Дадан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому и говорится «сильный зверолов», как Немрод пред Господом Богом. «Царство его вначале составляли Вавион, Ирех, Аккад и Хауне в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавахир, Кавах и Ресен, между Ниневией и между Кавахом. Это город великий». Нам может показаться немножко странным это перечисление имен, которые нам, может быть, мало что говорят, и которые, ну, несколько странно звучат для нашего уха, но для Священного Писания это важно. И мы обнаруживаем в Новом Завете, в начале Евангелия от Матфея, долгое перечисление предков Иисуса по плоти. Почему это важно? Потому что для Священного Писания весь человеческий род составляет одну семью. Библия говорит нам о единстве человеческого рода. О том, что потомки Адама и Евы, потом потомки Ноя, они размножаются и они продолжаются в различных народах, в различных потомках, но в конечном итоге весь человеческий род является единым. Он сводится к некому единому корню. И это важно, поскольку с точки зрения Священного Писания мы все, люди разных этнических групп, люди разных языков, люди разных народов, люди разных рас, мы являемся родственниками. Человеческий род, павший водами, искупленный во Христе, является некой целостностью. Эта идея целостности человеческого рода, она неоднократно подвергалась нападкам, в частности, когда во второй половине XIX века люди стали приходить к убеждению, что с точки зрения науки того времени разные человеческие расы имеют разные происхождения, когда считалось, например, что нельзя же считать, что английский джентльмен, который сидит в костюме, который разговаривает ясно, который имеет хорошие манеры, принадлежит тому же биологическому виду, что и какой-нибудь дикарь, который бегает голым по лесам Амазонки. Считалось, что это разные совершенно виды, и расизм, который, ну, в общем-то, был всегда, как всегда существует человеческая гордыня, он получил такое как бы научное обоснование. Считалось, что разные расы, они происходят из разных корней, была даже популярная теория полигенеза. И Библию оспаривали, в частности, потому что с точки зрения науки того времени считалось, что разные расы, они имеют разные совершенно корни, разное происхождение. Сейчас это не... пришли уже к выводу ученые, что это не так, что человеческий род все-таки един, как и Священное Писание говорит, но мы видим здесь, как провозглашается эта истина, что все народы, они имеют некий единый корень. Мы все здесь на земле родственники. Причем родственники не только мы и наши союзники, но и, например, Ассур. Ассур — это народ, который создал Ассирийскую империю. Ассирийская империя оставила по себе самые неприятные воспоминания у Израиля и не только у Израиля. Это была жестокая захватническая империя, которую можно сравнить с гитлеровской Германией, с некоторым основанием, потому что это были жестокие страшные завоеватели. Но здесь в книге Бытия говорится, что и эти страшные люди, они тоже в конечном итоге наши родственники. Этот город Ниневия, столица Ассирийской империи, там тоже живут наши дальние родственники, которые связаны с нами общим происхождением. От Мицраима произошли Удим, Аномим, Леговим, Навтухим, Потрусим, Кослухим, откуда вышли филистимляне и Кавтарим. От Ханаана родились Сидом, первенец его, Хет, Ивусей, Амарей, Гергесей, Кивей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару да Газы, отсюда к Содому, Гаморе, Адме и Цаваиму да Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Яфетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксал, Лут, Арам и Кайнан, сыны Арама – Уц, Ху, Гефер и Маш. Арфаксал родил Кайнана, Кайнан родил Сау, Сауа родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному – Фалек, потому что в одни его земля разделена. Имя брату его – Яктан. Яктан родил Алмода, Шалефа, Хацар-Мафефа, Яраха, Гадарама, Узала, Дику, Авала, Авимаила, Шелу, Афила, Хавилу и Явана. Все это сыновья Яктана. Поселения их были от Мешиды Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симаевы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословия их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. И вот главная мысль, которая высказывается, которая содержится в этом перечислении народов и перечислении тех территорий, где они занимают, это мысли о единстве человеческого рода, который распространился. Люди говорят на разных языках, они утратили между собой общение, утратили между собой языковое единство, они живут уже достаточно далеко, у них очень разные отношения между собой, в том числе враждебные. Но человеческий род, он сохраняет свое единство. Это человеческий род, который пал в Адаме и который придет искупить Господь Иисус Христос в Новом Завете. Мы с вами прочитали 10 главу книги Бытия в рамках библейского портала Экзегет.